МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Знаете ли вы, что сердце – единственный орган, который способен вырабатывать электричество? И ученые выяснили, что энергии, которую сердце расходует за сутки, хватило бы, например, на подъем груза весом в 900 кг на 14 метров. Ну и еще есть цифр. За свою жизнь сердце перекачивает такое количество крови, для перевозки которого потребовалось бы 4 миллиона вагонов. Ну вот в ритме сердца мы с вами будем биться в ближайшие 30 минут. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержке журнала «Личный врач». В эфире «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Дмитрий Кузнецов, главный врач Самарского кардиодиспансера, врач-хирург, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, главный внештатный специалист Минздрава по сердечно-сосудистой хирургии, кандидат медицинских наук и человек, который в буквальном смысле держит в руках наши сердца. Добрый вечер, Энесса, добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы работаем сегодня в прямом эфире, 202-11-22. Не забывайте, пожалуйста, что в студию можно позвонить. Ну, согласитесь, не каждый день бывает возможность задать вопрос врачу кардиологического диспансера, так что используйте ее. Дмитрий Валерьевич, вы видите сердце человека в буквальном смысле чаще других. Как оно выглядит? Так, как вот его рисуют на картинках? Или как-то иначе? Естественно, оно выглядит несколько иначе, чем на картинке, но общее, наверное, есть. Оно состоит из двух основных желудочков, правый и левый. И, наверное, вот эти вот половинки сердца и олицетворяют правый и левый желудочек. Поэтому в этом сходство, конечно же, есть. Есть ли, насколько досконально изучено сердце? Вот уже все вы про него знаете? Или остались еще какие-то черные дыры? Дело в том, что вообще человеческий организм в целом, ну и сердце в том числе, настолько уникальное образование, что, я думаю, досконально, до самых тонкостей, познать его, ну, едва ли возможно. Конечно, сейчас уровень медицинской науки достиг того уровня, что мы достаточно много знаем о сердце, о физиологических процессах, происходящих в нем, что позволяет как выполнять какие-то профилактические мероприятия для того, чтобы сохранить как можно дольше этот орган в хорошем функциональном режиме. И также эти знания позволяют и устранять какие-то проблемы, которые возникают с сердцем в течение жизни человека. Но сказать, что мы знаем все о нем, это, конечно, будет лукавство, и это далеко не так. Ну, а какие сердечно-сосудистые заболевания вы бы все-таки назвали бы бичом сегодняшнего времени и желательно в срезе Самарской области, или мы так же, как все? Дело в том, что заболеваемость болезнями системы кровообращения, она примерно одинаковая как в Самарской области, так и в России, так и во всем мире. И на первом месте здесь стоит все-таки ишемическая болезнь сердца, то есть это болезнь, связанная с нарушением проходимости сосудов в коронарных артериях, которые питают само сердце. Дальше идут заболевания, связанные с артериальной гипертензией, то есть с повышенным артериальным давлением, ну и различные структурные заболевания, то есть это врожденные, приобретенные пороки сердца, а также нарушение сердечного ритма. Вам есть уже вопрос от зрителей. Алло, здравствуйте. Кто-то не дождался, ничего можете набирать еще раз, время есть. Итак, мы сегодня с главным врачом Самарского областного клинического кардиодиспансера Дмитрием Кузнецовым говорим на тему работы сердца и о том, как можно дольше сохранить его здоровым. Так вот, про заболевания, о которых вы сейчас рассказывали. А можно вообще выделить причины, что является главным триггером большинства сердечно-сосудистых катастроф? Нет, набрали еще на зрителей. Давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. К вам обращается бывший ваш пациент, Алфейд Валерий Петрович. Дело в том, что 18 ноября этого года исполняете 20 лет, как ваша специальность, у меня готова к операции шунтирования. Это Петрович Каликут? Кузьмин Владимир Петрович. Оперированный посредством Симагина Андрея Павловича. Сима Лутислухин принимал участие, АСАЧИ, как заведующий реанимат. Я очень благодарен, потому что я не ожидал, что за 20 лет я буду в полном, ну, не почти, но в полном здравом. Их прогнозы в отношении того, что качество жизни улучшится, конечно, это правильно. Поэтому огромное спасибо. Всем привет, панец Виктор Петрович. Всем вам здоровья и удачи, особенно тем людям, которые приотнимутся. А от себя лично я в Минздрав, непосредственно министру Мурашку, благодарность, попал в наш день, в наш врачей, отправляем. Спасибо вам большое. Все. Очень приятно было услышать ваш звонок. Спасибо за такие добрые слова. Спасибо большое. И будьте, пожалуйста, здоровы еще, как минимум, 20 лет. Да. Вообще отклики от пациентов вот такого плана, они часто бывают? Или все, вы прооперировали, расстались, и потом, естественно, на улице не узнаете никого? На улице, конечно, узнать всех пациентов, которых мы прооперировали, наверное, невозможно. В памяти остается все-таки самые запоминающиеся случаи, которых мы, встречая на улице, в общем-то, узнаем. Ну, а что касается благодарности, то, по счастью, наверное, что касается докторов-кардиодиспансеров, все-таки благодарности. Я, как главный врач, получаю больше, чем каких-то жалоб и замечаний. Поэтому мы стараемся держать марку нашего заведения и работаем над тем как раз, чтобы все-таки благодарных пациентов было гораздо больше, чем тех, которым, к сожалению, мы либо не смогли помочь, ну, либо, по их мнению, как-то оказали помощь, ну, не так, как они ожидали. А у нас еще один звонок есть. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я говорю вам из Тольятти. Слушай вас. Вот мне в августе месяце нужно было в кафтационар лажиться, поэтому кардиограмма прошла, да? Там мне написали, кирюсовые в радиказии, нарушение внутрежелудочной проводимости, нарушение процесса репаридерации левого желудочка и гипертарапии левого желудочка, да? Теперь меня совсем не тем отправили к кардиогу. К кардиог теперь отправила на ЭКО. ЭКО теперь написала. Двухтворчатый аортальный класс, недостаточный второй-третьей степени, гипертонистский балетик. Теперь меня к вам туда, к Тамару, отправляют, чтобы мне сделали ЭКО. Там, чтобы сделали. Потому что вдруг говорили, ЭКО неправильно аппарат или неправильно сделали. Мы поняли, в чем вопрос. Вопрос в том, когда я вставала на очередь, вот два месяца стою в очереди, мне сказали, Вам только радиоконсультацию сделают, ЭКО вам там не сделают. То есть вопрос, делают ли вам ЭКО? Да, да, да. Спасибо, поняли. Уважаемый телезритель, естественно, если вас направили к нам для того, чтобы мы определили, есть показания к оперативному лечению или нет, вам в обязательном порядке выполнят ЭКО кардиографическое исследование, потому что тот кардиохирург или кардиолог, который будет вас консультировать и принимать решение о необходимости операции, он обязательно будет руководствоваться не только теми медицинскими документами, которые вы привезете с собой, которые вам делали исследования различные ранее, но и в обязательном порядке воспользуется нашими исследованиями, посмотрит, может быть, даже сам на структуру клапанного аппарата сердца для того, чтобы принять решение о том, необходима операция или нет. Повторюсь, в обязательном порядке ЭКО кардиографическое исследование для решения вопроса об операции вам сделают. Дмитрий Валерьевич, пока следующий телезритель набирает номер, давайте все-таки поговорим о причинах, об основных причинах сердечных катастроф. Дело в том, что основными причинами заболевания сердечной системы являются, ну, скажем, две разновидности. Это модифицируемые и немодифицируемые факторы. Немодифицируемые факторы – те факторы, на которые мы, к сожалению, не можем повлиять. То есть, допустим, это пол женский или мужской, это какая-то врожденная предрасположенность. Здесь уже, ну, что имеем, то имеем. А вот модифицируемые факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний – вот это то, на что необходимо обращать внимание. И изменив вот эти факторы риска, мы сможем, скажем так, предотвратить эту сердечно-сосудистую катастрофу, либо оттянуть ее появление как можно дольше. Сюда относятся, естественно, образ жизни, питание, физические нагрузки, курение, прием алкоголя. То есть все вот эти вот факторы, на которые мы можем повлиять, необходимо на это влиять, естественно, для того, чтобы предотвратить возникновение каких-то катастроф. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Да я хотел выразить благодарность, Дмитрий Валерьевич. Это прекрасно. Мы можем говорить, продолжать? Да, слушаем вас. Ну, я хочу сказать, ну, мне, меня зовут Татаринс Валентин Иванович, мне 79 лет. В 2009 году у меня коронарные засуды забились на больше 90%, и он сделал великолепную операцию в кардиоцентре, и шунтирование сделал на трех коронарных засудах. Вот с 15 лет чувствую великолепно, и только благодаря его, иначе бы я сейчас с вами не разговаривал. Хирург от Бога. Большое-большое спасибо. Пусть хранит его Бог долго-долго. А вам большое спасибо за звонок. Спасибо вам. Спасибо. Очень приятно. Я так люблю, когда у нас такие звонки. Вы уже полгода как, да, приблизительно, не просто в роли кардиохирурга, но еще и в роли руководителя кардиодиспансера. И вот в принципе есть мнение, что главный врач – это администратор, он не может заниматься непосредственно лечебной деятельностью, а хирург не может не оперировать. Тогда он уже не будет хирургом. Вот у вас как? Раздвоение личности? Вы продолжаете же оперировать, насколько я знаю. Да, действительно, я продолжаю оперировать. Надеюсь, это не приводит к раздвоению моей личности. И все-таки, ну, со стороны, наверное, видней тут лучше скажут мои коллеги и пациенты, все-таки я остаюсь целостным организмом, скажем так. Но, конечно, ситуация серьезная. Почему? Потому что, в моем понимании, руководство таким большим и сложным организмом, как самарский кардиодиспансер, требует постоянного моего присутствия, вникания во все нюансы, во все процессы. Ну, в общем-то, я должен постоянно, что называется, держать руку на пульсе. С одной стороны. С другой стороны, операция на сердце также требует серьезного внимания к пациенту, к операционной ране, к тому, что происходит в операционной. Ну, здесь, в общем-то, большую помощь оказывает мне моя команда, мои заместители, мои помощники. Поэтому, в общем-то, до настоящего времени мне удается сочетать две эти ипостаси. То есть я являюсь и администратором, и кардиохирургом. Ну, и, к счастью, этот организм, вы знаете, давно и досконально. Да. Поэтому не новичок в этом деле. Ну, а все-таки вы поменяли что-то кардинально, какие-то порядки, какие-то процессы, или у вас есть такие планы? В стационаре вы имеете в виду? Планов, естественно, как говорится, громадье. Любой руководитель медицинского учреждения работает над тем, чтобы медицинская помощь население оказывалось своевременно, в полном объеме и на высоком уровне. Для того, чтобы достичь вот эти вот три результата, мы, естественно, проводим серьезную работу. Во-первых, мы сейчас работаем над условиями, в которых пребывают наши пациенты и работают наши сотрудники. То есть здесь начаты серьезные ремонтные работы в нашем стационаре на теннисной. Заканчиваем ремонт операционного блока, ремонтируем пищеблок, во-первых. Во-вторых, естественно, мы производим с помощью Министерства здравоохранения закупку серьезного нового диагностического оборудования для того, чтобы своевременно выявить то или иное заболевание у наших пациентов. Ну и меняем также некоторые процессы в работе нашего учреждения для того, чтобы, повторюсь, было удобно и для наших пациентов, и для наших сотрудников оказывать нашим сотрудникам помощь, нашим пациентам, чтобы эта помощь была своевременна, в полном объеме и на высоком уровне. Ну тесноват все-таки вам учреждения, востребованные очень, едут к вам отовсюду. Да, здесь действительно проблемы есть, потому что здание наше 76-го года постройки, когда его проектировали, конечно, не подразумевали, что такое серьезное заведение, как Центр сердечно-сосудистой хирургии и Центр кардиологии будет располагаться в этом учреждении. Поэтому сейчас ведутся серьезные работы по увеличению площади нашего учреждения. В частности, вот месяц назад мы приступили, наши партнеры приступили к строительству модульной конструкции, в которой будет располагаться приемно-диагностическое отделение. Я надеюсь, что немногие из телезрителей все-таки были в приемном отделении нашего стационара и, наверное, видели, в каких стесненных условиях там пребывают и пациенты, и наши сотрудники. И персонал, конечно. Да, и персонал. Поэтому с введением строя вот этого модуля, я думаю, все преобразится. И, ну, скажем так, наверное, нельзя говорить, что пациентам будет приятно там будет находиться, но, по крайней мере, будут получать своевременно и быстро всю необходимую помощь, а нашим сотрудникам, персоналу, будет приятно там работать. То есть от того, насколько им приятно людям работают, настолько хорошо они будут выполнять свои профессиональные обязанности. А сроки какие-то ставите, открытие? Ну, мы планируем, что этот комплекс будет введен в строй в конце следующего года. А у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела... Здравствуйте. Что такое дела? Ой, мы вас не слышим. Еще раз, пожалуйста. Что такое дилатация? Дилатация – это увеличение размеров того или иного органа. Дилатация левого предсердия. Соответственно, увеличение объема левого предсердия по тем или иным причинам. Так. Это лечится или как? Это лечится или оперируется? Дело в том, что существует несколько причин, которые приводят к увеличению объема левого предсердия. Одно из них – это патологический процесс в клапане, который называется митральным, который располагается между левым предсердием и левым желудочком. И наиболее частая причина. И следующая причина – это нарушение сердечного ритма, ну, как фибрилляция предсердий. Если застать вот эти патологические процессы, скажем так, на относительно начальном этапе, то восстановление функции митрального клапана либо купирование фибрилляции предсердия позволит, ну, если не полностью вернуть размеры левого предсердия к исходному, который они были у здорового человека, то, по крайней мере, как минимум, значительно сократить его объем, либо предотвратить дальнейшую дилатацию или дальнейшее увеличение. – Дмитрий Иванович, я вчера слушала интервью с Бакери, просто очень долго сидела и не могла отравиться от экрана. Так вот, кстати, он сказал, что раньше, ну, в далекие наши времена, оперировали всех подряд. Надо, не надо, оперировали. И что сегодня очень четкий прописанный протокол показаний к операции. Вот всегда ли возникают сомнения, требуется операция или требуется амбулаторное лечение? – Ну, Илья Анатольевич, мудрый человек, в общем-то, правильно он все говорит. Скажем так, ну, лет 20-30 назад решение о том, необходимо выполнять операцию или нет, в общем-то, было, ну, либо за хирургом, либо за консилиумом в составе, там, хирурга и кардиолога. Сейчас, может быть, несколько, конечно, это упростило жизнь для современных врачей. Разработаны клинические рекомендации, где действительно четко прописано, при каких ситуациях необходимо, допустим, делать операцию, либо не делать операцию. Но, повторюсь, как я уже говорил, организм человеческий настолько серьезное создание, что вот подвести полностью под вот такие вот табличные, скажем так, критерии, ну, порой не всегда возможно, потому что необходимо сопоставлять не только патологический процесс, допустим, в сердце, а воспринимать организм надо как единое целое. То есть необходимо учитывать заболевания других органов и систем и, естественно, принимать решение о том, допустим, выполнять оперативное лечение или нет. Необходимо, вот сопоставив все данные, то есть данные всего организма, только потом принять решение. Поэтому врач – это все-таки центральное звено в принятии решения, несмотря на то, что вокруг него очень много различных таблиц, шкал, которые как бы подсказывают, помогают, но принимает решение все-таки сам доктор, глядя на вот эти рекомендации и на тот опыт, который он имеет в лечении данного заболевания. А вот еще про принятие решения. Если существует два варианта хирургического лечения, ну или три, каким образом принимается решение? Ведь нет смысла, наверное, обсуждать это с пациентом. Здесь немножко вы не правы. Мы, естественно, это обсуждаем с пациентом, особенно когда есть выбор. Если нет альтернативы, то есть вот только таким способом можно помочь пациенту. Ну и здесь, в общем-то, в любом случае мы пациенту это говорим и объясняем, что вот именно только таким образом мы можем ему помочь. Если же есть варианты, то здесь мы пациенту доносим, во-первых, о вот этих вот вариантах хирургического лечения, а самое главное, мы рассказываем о последствиях и о том, насколько данный разный вид лечения влияет на отдаленные именно результаты, чтобы пациент это понимал. Потому что порой сиюминутный какой-то эффект, то есть, допустим, более такая мелкая операция, там, может быть, мини-инвазивная, да, она переносится легче, то есть и вот непосредственный результат, он, казалось бы, лучше. Но если посмотреть на отдаленные результаты, то увидим, что после открытых больших, допустим, операций человек живет дольше, у него меньше риск возникновения каких-то осложнений. Поэтому мы вот это все доносим до пациента, но чаще всего все-таки удается его убедить, что думать нужно, естественно, и о самой операции, но и о том, что будет с тобой через 5, 10, 15, 20 лет. Ну да, когда болит, хочется просто быстрее, чтобы не болело. Сейчас я хочу вместе с нашими телезрителями покинуть эту студию. Нам посчастливилось, скажем так. Мы сняли операцию, которую провели специалисты кардиодиспансера, и они ее провели впервые. Вот такого плана операцию давайте посмотрим, потом, надеюсь, успеем обсудить. Главный клапан в теле человека называется аортальный. Через него левый желудочек выбрасывает кровь во весь организм, питая органы и артерии верхних и нижних конечностей. Сужение аортального клапана или, по-другому, аортальный стеноз – один из самых частых пороков, при котором происходит поражение клапана. На нем откладывается кальций, и клапан перестает нормально работать. То есть створки перестают работать, и таким образом получается, что левый желудочек сжимается и пытается выбрасывать кровь в организм, но из-за того, что створки сращены, у него это не получается. Проблему можно решить хирургическим путем. Однако большая группа пациентов, страдающих от аортального стеноза – люди в возрасте. Сопутствующие заболевания могут привести к фатальному исходу. Тем не менее, теперь саморские врачи смогут помогать и таким пациентам. Спасение – транскатетерная имплантация клапана. Посредством прокола сосуда на ноге, без остановки сердца и подключения искусственного кровообращения, врачи делают дырочку размером 6-8 миллиметров. Через эту дырочку мы проводим в пораженный клапан искусственный клапан, который сжимается, собирается система, и когда мы уже вводим клапан и ставим его на место, мы специальным баллоном все это дело расширяем, и, соответственно, клапан встает на место старого клапана. Операция длится от часа до двух. На сегодняшний день прооперировано около десятка человек. Отметим также, что через 5-10 лет можно провести операцию повторно, если у человека что-то пойдет не так. Насколько это вообще событийно? Тяжелая ли была подготовка к данной операции? И вообще, насколько я понимаю, здорово, что вы начали это делать. Ну, я не скажу, что это было революционное событие, но, тем не менее, впервые в Самарской области нашими сотрудниками выполнена такая операция. Достаточно долго мы к ней готовились. Наши сотрудники проходили обучение в различных клиниках страны и мира. Затем достаточно долго мы отбирали пациентов на такие операции. Но, тем не менее, все случилось хорошо. Мы действительно прооперировали 10 пациентов. Все они выписаны в удовлетворительном состоянии из стационара. И, как сказано было в репортаже, это серьезная подспорь, серьезная помощь в лечении именно пожилых пациентов с большим количеством сопутствующих заболеваний. Потому что большинство все-таки пороков сердца лечатся с помощью открытой операции с искусственным кровообращением. И не каждый организм, особенно в пожилом возрасте, может перенести саму эту операцию. В такой ситуации мы сопоставляем риск самой операции и риск жизни с таким пороком сердца. И зачастую риск жизни меньше, чем сама операция. Тогда приходится отказывать таким пациентам. А вот внедрив вот эту методику лечения больных со стенозом аортального клапана, здесь наше поле деятельности расширяется. И большему количеству пациентов, особенно пожилого возраста, с большим количеством сопутствующих заболеваний мы сможем помочь здесь, на Самарской земле, не отправляя их в какие-то федеральные центры. Ну а вот как соотнести то, что вы сказали, что при операции открытым доступом человек живет дольше, а будущее это все-таки за малоинвазивным вмешательством? Или я что-то здесь не поняла? Ну, не совсем, да, правильная трактовка, что после открытых дольше разные методы при разных заболеваниях, действительно, скажем, более обширные, объемные операции, они приводят к лучшим отдаленным результатам. Да, будущее замене инвазивной все-таки хирургии, поэтому и, допустим, коронарное шунтирование сейчас уже, в том числе и мы, начинаем делать не только через большой доступ, то есть посредством распиливания, то есть тернатомии распиливания грудины, ну и через боковой доступ разрез составляет около 10 сантиметров. То же самое касается и клапанной патологии. В этом году у нас также были выполнены первые операции по протезированию метрального клапана вот из такого небольшого доступа в межреберье сбоку без распиливания грудины. Поэтому для каждого случая, для каждого человека, для каждого заболевания все-таки мы ищем тот индивидуальный метод лечения, который позволит достичь не только сиюминутного результата, но и все-таки будет способствовать увеличению, во-первых, продолжительности жизни человека, а во-вторых, улучшению качества жизни этого человека. А насколько он быстро, вот этот процесс появления новых методов, новых методик, новых операций, есть сейчас в планах что-то еще, что-то еще будет меняться, или же достаточно пока того, чем вы уже владеете для лечения пациентов? Ну, естественно, будут происходить изменения, но надо сказать, что, сказать, если что мы освоили полностью мини-инвазивную, скажем так, кардиохирургию, пока нельзя. Вот сейчас как раз мы работаем над тем, чтобы, во-первых, увеличить количество таких операций, увеличивать разнообразие патологий, с которыми мы можем выполнять такие операции. И вот над этим мы сейчас активно работаем. Я говорил, у нас тут заканчивается ремонт операционного блока, введение его в строй. Мы кратно увеличим количество таких операций, будем работать над тем, чтобы выполнять их больше и больше. Ну, вот в связи с тем, что все-таки большая потребность в вашем учреждении, сейчас есть такая тема, вот и в онкологии мы об этом говорили, как развитие амбулаторных, ну, там бы онкоцентров, здесь кардиоцентров. Вот идете ли вы в этом направлении, когда что-то появится в городе? Да, мы идем в этом направлении. Если говорить коротко, то философия функционирования амбулаторных кардиологических центров заключается в том, чтобы человек за одно посещение вот такого центра получил всю необходимую диагностику, консультацию специалиста, который определил тактику лечения, распишет это лечение на будущее, для того, чтобы сократить количество посещений пациентов, там, в поликлинике или в другие лечебные заведения. То есть человек с утра должен прийти в такой центр, а, скажем так, во второй половине дня должен уйти оттуда уже с выпиской от, ну, в данном случае кардиолога, с полностью расписанной тактикой и лечением. Ну, вот, в общем-то, минута у нас с вами осталась до конца программы, и я бы очень хотела, чтобы вы нам открыли самый главный, самый важный секрет, наверняка вы его знаете, «Как сохранить сердце здоровым на долгие годы?» Ну, здесь, может быть, не только для сердца, а вообще для всего организма. Я призываю всех придерживаться как минимум пяти основных правил. Во-первых, полный отказ от курения. Здесь не должно быть никаких чуть-чуть или там не сигарет, а что-то другое. Дальше, значительное ограничение употребления алкоголя. Следующее, употребление в течение суток как минимум 400 грамм овощей и фруктов. Дальше, час в течение дня ходьбы, либо полчаса более интенсивной физической нагрузки. Ну и последнее, это снижение употребления поваренной соли, то есть употреблять в пищу все-таки лучше недосоленные продукты и вообще солонку со стола убрать. Прекрасные советы. Правда, может быть, не такие неожиданные, как я дуала, но мы, во всяком случае, будем им следовать. Благодарю вас за этот эфир, Дмитрий Валерьевич. Всего доброго. Увидимся с нашими зрителями ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин